В эфире новости информационной службы Анапа регион, студия Кристина Рабина. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Олимпийская награда на пути в Анапу. Анатолий Шевченко стал бронзовым призером паралимпиады в Токио по дзюдо. Сейчас он наконец-то сделал тот самый решающий шаг и дотянулся до пьедестала. Строго по графику. Василий Швец оценил ход строительства социальных объектов. До какого срока еще раз, если еще планируется? Конец сентября. Ну, может, начало. Журналистика, экология, дизайн, психология. В детском центре смена стартовала большая перемена. Ну, будь я физиком, я бы пошла на электромонтеров. Просто, не знаю, мне так не понравилось. Образцово-художественные, народные, самодеятельные. Жюри оценило претендентов на специальные творческие звания. Из них, получается, более 600 – это народные самодеятельные коллективы и более 800 – это образцовые художественные коллективы. Итак, главная новость этих дней. Анапчанин Анатолий Шевченко стал бронзовым призером Паралимпиады в Токио под дзюдо. Об успехе спортсмена его семья узнала от родной сестры Анатолия. Анастасия сама выступает на играх в плавании, а во время поединка дзюдоистов за третье место находилась рядом с татами и сразу после победы брата позвонила в Анапу. А уже через несколько часов наша съемочная группа приехала домой к призеру и записала интервью с родными Анатолия. В семье Анатолия Шевченко теперь привыкает к новости из Токио. Анапчанин поднялся на пьедестал Паралимпийских игр. В поединке за бронзовую медаль он не оставил шансов сопернику из Германии и победил со счетом 11-0. Родные узнали об этом одними из первых. Если честно, не было трансляции дзюдо ни на одном из каналов. Поэтому мы находились в таком подвешенном, неизвестном состоянии, держали кулачки, молились, очень сильно переживали, находились в полной безответственности. Это еще больше подогревало интерес, нервный накал. Но когда мы узнали, что Толик занял призовое место, разумеется, это слезы радости, счастья, звонки и поздравления. А как узнали? Нас держал в курсе специальный корреспондент Анастасия Шевченко. Сестра, наблюдающая за братом, прозвонила всем родственникам и сообщила радостную весть, можно сказать, из первых уст, прямо с арены. Позвонила дочка оттуда же с Паралимпиады, прямо с ринга и сказала, мама, наш Толик занял третье место. Вот так. Это радостный момент. Мы очень рады. Сестра Анатолия Анастасия выступает на этой же Паралимпиаде в плавании. Сам факт отбора брата и сестры на столь престижные соревнования – случай уникальный. Это безумная гордость. Это очень теплое ощущение в душе, потому что это радость за своих близких. Брат и сестра на одной Олимпиаде, я считаю, это исторический момент. И это старший, который своим примером младшую сестру привел к таким высочайшим результатам. Мы очень рады за него, мы очень гордимся его достижениями, успехами. Еще очень хочется отметить заслугу моего сына в жизни его сестры, дочери Анастасии, и которая тоже принимает участие в Паралимпиаде. Пока на данный момент у нее четвертое место. Брат ее очень поддерживает, наставляет. И мы будем ждать хороших результатов еще и от нее. Анатолий – человек больших амбиций, неограниченных возможностей и постоянных активных действий. Он всегда прилагает усилия к любой своей цели. А Олимпиада – это действительно была его цель. Как известно, он уже не первый раз участвует в Олимпийских играх. И сейчас он наконец-то сделал тот самый решающий шаг и дотянулся до пьедестала. Поэтому все, что сейчас мы видим, это только результат его трудолюбия, упорства и желания. Родные успели соскучиться по Анатолию. И сейчас готовятся встречать героя Паралимпиады. Он прилетает в Анапу сегодня вечерним московским рейсом. Об этом мы расскажем в наших следующих выпусках новостей. Алексей Дивейкин, Роман Беркалеев, Анапа. Регион. Победа и уровень подготовки напрямую зависят от доступности и качества спортивных сооружений. Залы, тренажеры, секции, современная база для занятий всегда востребована. Именно поэтому строительство новых объектов находится на особом контроле у мэра города-курорта. Сооружения должны вводиться строго по графику. Подобные требования касаются и строительства учреждений образования. Василий Швец в субботу инспектировал строительство важных социальных объектов города. Подробности в репортаже Вадима Иванова. Экскаваторы вгрызаются в грунт, рабочие утопают в искрах. Детский сад на улице Ленина однажды встретит 120 дошколят. Василий Швец с командой проверяет темпы строительства объекта. Здесь идет отделка помещений плиткой, гипсокартоном, монтаж вентиляции. Мэр ставит задачу параллельно запустить процесс покупки оборудования для внутреннего оснащения садика. Все необходимое комплектующее для строительства монтажных работ вам уже закуплено? Все закуплено абсолютно. То есть это будет полностью подключено? До какого срока еще раз, если еще планируется? Конец сентября. Ну может от начала этой треки, после с начала. То есть все зависит от поставок оборудования и от его монтажа. Следующий объект – детский сад на Владимирской. 154 учреждения рассчитано на 80 мест. После изменения проекта планировки специалисты приступили к монтажу инженерных коммуникаций. Подрядчик докладывает мэру, как скоро будет готов детский сад к приему детей. В этом году его уже официально запустить, чтобы детишки с Нового года пошли. Ну тут чисто уже строительная часть. Материалы, оборудование, строители. А вот спортплощадка территории школы Олимпийского резерва номер один в субсехе и готовностью к сдаче не порадовало. Сроки переносились, переносились уже не раз. В сооружении до сих пор не установлены окна, да и число рабочих на объекте очевидно скромное. И вот мгновенная реакция мэра. Такой подход меня не устраивает. Объект должен был быть сдан еще 1 июня. Потом мы проговорили, хорошо, к сентябрю. Сейчас у вас стоит сдача 15 октября, так стоит? Так. А по 15 октября вы мне что скажете? Давай продлим до 15 декабря? Если вы можете позволить себе переносить те сроки, о которых вы говорите, я не могу себе этого позволить. Переезд в село Бужор. Здесь завершается строительство еще одного важного объекта – пожарное депо. Уже на финише работ. К сооружению подведены коммуникации, системы. Внутри здания исправны, персонал готовы встретить светлые и уютные помещения. Василий Швец обращает внимание на детали благоустройства территории. Когда мы вводим объект в эксплуатацию? Я думаю, на следующую неделю. Заключим работы все и подадим документы на год. Следующий пункт в списке проверяемых объектов – стройплощадка Центра единоборств в Алексеевке. Здесь еще заметны следы недавней стихии. Но даже следы способны мешать. Заканчивается устройство от бетонных фундаментов. Осуществляем монтаж металлической конструкции. Металлоконструкцию изготовили на заводе. Осуществляем монтаж на месте. Сколько сейчас людей у вас здесь работает? 12, по-моему. Отставание от графика? Две недели. Из-за погодных условий? Из-за погодных условий большое отставание. Если вы сейчас пройдете по участку, посмотрите, у нас вот там вот стоит вода. Вот там вот трактор сейчас снимает, у нас опять вода. У меня заходит техника, грамм проваливается. Рабочие в эти дни сооружают цокольные балки, монтируют стальные конструкции каркаса. До 1 сентября будет определен цвет сэндвич-панелей. После их закажут и смонтируют. Строительные работы должны быть завершены до конца года. Вадим Иванов, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В эфире новости Анапы. Мы продолжаем выпуск. Более ста творческих объединений Анапы претендуют подтвердить или получить звание народного самодеятельного и образцового художественного коллектива. Накануне в городском театре-курорта прошел смотр театральных студий, хореографических групп и музыкальных ансамблей, цирковых школ и ремесленных мастерских. По словам членов жюри, анапчане показали высокий уровень. Большинство коллективов достойны высокого звания. Театр-студия «Многоточие» была организована пять лет назад. Под руководством анапчанки Гайны Визерян, объединившей талантливых артистов, мастера сценического искусства примеряют на себе как роли сказочных героев, так и литературных персонажей. «Может мне оправдать жертвы во имя благополучия народа? И сколько их может быть, когда закончился рассвет, когда началось падение?» Постановка на основе произведений Вознесенского – одна из самых непростых в исполнении. Именно с ней театральная студия «Многоточие» выступила на сцене городского театра, претендуя на звание образцового художественного коллектива. «Столько мыслей туда вложено, столько труда, столько нашего творчества, столько нашей энергетики, что когда встал вопрос о защите, о присвоении звания, тут вопроса о выборе спектакля вообще не стоял. Он действительно наш любимый. И столько вопросов, сколько мы поднимаем в этом спектакле, столько мыслей, сколько мы озвучиваем в этом спектакле, пожалуй, у нас такого наполнения спектакля нету больше». «Спасибо ГНС, спасибо ребятам, что они все-таки подняли такой сложный материал, она сумела организовать его и привести к такому выводу и осознанию, который, мне кажется, затронет любого зрителя, потому что он касается каждого из нас». По мнению жюри, молодая театральная студия достоин названия образцового художественного коллектива, как и еще несколько объединений «Анапы». За кулисами царит творческий беспорядок. Пока народники репетируют ходы, мастера-ремесленники плетут полотна прямо в выставочном зале. «На данный момент более полторы тысячи творческих коллективов подтвердили свое звание, достойно сдали свой творческий экзамен. И из них получается более 600 – это народные самодеятельные коллективы, и более 800 – это образцовые художественные коллективы». Краевой смотр творческих коллективов на присвоение и подтверждение званий народного самодеятельного и образцово-художественного коллектива проходит в рамках программы развития культуры. Своебразная профессиональная проверка охватывает все жанры и направления от театрального мастерства и музыкальных групп до цирковых и фотостудий. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, «Анапа-регион». Во Всероссийском детском центре «Смена» стартовала большая перемена. Конкурс-образовательный проект, позволяющий ребятам со всей страны раскрыть свои таланты и выбрать будущую специальность. Открытие перемены прошло с размахом. В первый день запуска проекта школьники посетили лекции и творческие встречи с профессионалами. Познавательную лекцию для старшеклассников анапчанка Эвелина Гурашкина провела не одна со своей напарницей Сонечкой. Черепаха Никольского – питомец юного эколога и объект исследований для научных работ. Сейчас Сонечка окружена заботой и грамотно содержится Эвелиной. Хотя раньше у черепашки была непростая жизнь. «Она жила в семье, где была мама и дочь. Они ее очень сильно любили, однако они ее кормили кормом собачьим, хлебушком иногда. На солнышко ей не давали посмотреть никогда. Но так она с ними прожила очень долго. Оказалось, что из-за формы и содержания она приобрела, вот вы видите, какую форму. На самом деле они должны быть более гряные». В доме школьницы разбит настоящий реабилитационный центр для этих животных. Эвелина еще школьница, но уже выступила перед сверстниками в качестве спикера на Большой перемене. Всероссийский конкурс образовательного проекта. В нем для ребят есть журналистика, экология, дизайн и еще много чего интересного. «Для меня большая перемена – это шанс, мне кажется, как и для многих ребят. Во-первых, это шансы пристили новые знакомства, возможно, новых друзей. И, конечно же, во-вторых, это проявить себя, понять все-таки, чем действительно ты хочешь заниматься в жизни». «Ремесло писателя» стало делом всей жизни и профессии Сергея Левина. На творческую встречу со старшеклассниками «Анапский прозаик» и «Поэт» принес несколько книг. Истории про дельфиненка Антоху, путешествия семьи Зайцевых и повесть «На берегу безымянной реки» хорошо знакомы жителям курортного города, а теперь их читают и дети из других регионов. «Здесь лебеди и чайки, крик и гвалт, и голуби валюют с воробьями, а хохнувшись, торопятся южами подкармливать пернатый маскарад». Старшеклассники не прошли мимо творческих встреч с журналистами. У ребят была возможность поговорить о производстве телевизионных новостей. Корреспонденту нашей телерадиокомпании Ксении Сипко 23 года. Выпускница Кубанского госуниверситета уже 5 лет работает на телестудии. Ксении уже есть о чем рассказать будущим журналистам. «Любое направление, даже если это не мое, хотя я определилась, с кем я хочу стать в будущем, любое направление для меня интересно по-своему. Даже просто узнать, что есть профессия журналиста или профессия даже того же электромонтера. Я была уже в «Лидер смене» на «Городе мастеров», и я свою творческую. Блин, ну будь я физиком, я пошла на электромонтера. Просто не знаю, мне это не понравилось». Конкурс «Большая перемена», организованный на базе детского центра «Смена», раскрывает таланты и развивает ребенка. И лидеров здесь ждут щедрые подарки. Победители среди десятиклассников получат денежный приз на обучение. А если поступят на бюджет, смогут потратить их на ипотеку или бизнес-стартап. Вадим Иванов, Ксения Осипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Продолжаем выпуск новостями спорта. В Анапе завершился розыгрыш Кубка России по пляжному волейболу. Сотни гостей спортивного комплекса «Волейград» за четыре дня стали свидетелями яркой и бескомпромиссной борьбы лучших игроков страны. А завершилось спортивное шоу-автограф-сессии действующих чемпионов мира, серебряных призеров Олимпиады в Токио и теперь уже победителей Анапского Кубка России. Первая партия женского финала Кубка России по пляжному волейболу далась московскому «Динамо» довольно легко – 21-10. Однако после перерыва соперницы, представляющие «Калининградский локомотив», попытались переломить ход игры и даже сравняли счет. И все-таки сильнее оказался дуэт Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой. У нас всегда в женском волейболе, если ты выиграешь первую партию очень легко, вторая будет в раз 10 намного сложнее. Расслабляться нельзя вообще никогда, потому что игры могут вообще в обратную сторону развернуться после таких легких первых партий, но мы все-таки собрались, смогли, доказали, все. Девчонки просто привыкли к нашим определенным тактическим действиям, сделали выводы за тайм-аут и попытались оказать сопротивление, но в итоге мы все равно их дожали. Хотим поблагодарить организаторов турнира, администрацию города Анапы и Витязева за то, что они проводят такие замечательные соревнования здесь, в Краснодарском крае. У мужчин в финальном матче борьба была упорной с первых минут. Действующим чемпионом мира и серебряным призером Олимпиады в Токио Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому поначалу даже пришлось выступать в роли догоняющих. Игрой остались довольны и зрители, и сами спортсмены. Светка! 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 Доброе утро! Дамы и господа! Обладатели Компы России Вячеслав Красильников Олег Стояновский Вашенковский В принципе все сильные команды, которые здесь играли, поэтому приятно на таком турнире заканчивать его с медалью. Последняя игра была, соперник очень серьезный, титулованный, поэтому надо было сыграть больше свою игру, качественно, без ошибок. Ну получилось, что получилось, были хорошие моменты, где-то были провалы, старались. Организаторы несли в церемонию награждения сильнейших игроков турнира неожиданную деталь. О завершении спортивной карьеры объявила звезда российского волейбола, чемпионка Европы Александра Моисеева. Хочу сказать всем большое спасибо девчонкам за всегда интересное соперничество, большое спасибо судьям, спасибо огромное зрителям за поддержку. Хочу, не знаю, с высоты ветерана сказать, что девчонки, ребята, спорт очень много привносят в нашу жизнь, но не стоит забывать, что и уносят. Поэтому не останавливайтесь только на том, что спорт, а развивайтесь воздействовать. После финала участники Олимпиады, чемпиона мира и теперь уже обладатели Кубка России провели большую автограф-сессию. Подписи кумиров получили все, кто хотел. Сотни поклонников пляжного волейбола. Автограф-сессия намного тяжелее, хотя ребята молодцы, первой партией оказывали давление на нас, ну плюс наши невынужденные ошибки, где-то мы расслаблялись. Но в целом матч получился так, как мы и хотели, как мы и строили свою подготовку и планы. Мы довольны. Спасибо болельщикам, все круто. Сейчас надо насладиться моментом, заняться здоровьем, восстановить организм, восстановить голову, убрать лишние мысли, поставить себе цели и задачи и идти к ним, как мы шли в эти пять лет. Если для мужской команды после Кубка России сезон завершен, то женская пара продолжит подготовку к еще одному турниру. В начале октября Макрогузова и Холомина представят страну в финале мирового тура в Италии. Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа. Регион. Оранжевый мяч снова в игре. В Анапе состоялся турнир по баскетболу между муниципальными образованиями Краснодарского края. Этот турнир – составная часть российских массовых соревнований, которые ежегодно проводятся по всей стране. Анапская баскетбольная команда внимательно следит за игрой. Сейчас главное – не переоценить свои силы и просчитать тактику соперников. А дальше дело техники. За плечами наших спортсменок уже десятки побед, в том числе краевого и всероссийского уровней. Никто не волнуется. Все играют в свою игру и понимают друг друга. Просьбы тренера, просьбы помощника, просьбы капитана. Все девочки выполняют и правильно выполняют командную игру и комбинации все. Баскетбольный турнир «Оранжевый мяч» организован Министерством спорта Краснодарского края. В этот раз в нем принимают участие более 200 человек из 12 муниципальных образований. Традиционным местом для проведения, как и много лет подряд, выбрано Анапа. Анапа – один из тех городов, которые впереди всех. Здесь мы считаем, что и с точки зрения инфраструктуры имеются должным образом соответствующие площадки, и они дальше развиваются. Но и любителей достаточно много, не только в Анапе, но и во всем регионе по баскетболу. Так что могу смело сказать, что уверена, баскетбол будет только-только набирать свои обороты. Соревнования длились более пяти часов. Итог турнира – Анапа вошла в число победителей. Баскетбольная команда общеобразовательной школы номер 4 заняла третье место в возрастной категории 2003-2004. Руслан Душевский, Анапа, регион. Анапа стала центром федерального проекта «Сила спорта» в Краснодарском крае. Он организован национальным фитнес-сообществом и охватывает 43 регионы России. В рамках проекта в городах-участниках опытные тренеры по фитнесу проводят консультации и мастер-классы для всех желающих. В Анапе спортивный праздник состоялся в лаунж-зоне центрального пляжа. Анапская лаунж-зона стала главной площадкой федерального проекта «Сила спорта» во всей Кубани. Национальное фитнес-сообщество при поддержке Министерства спорта России устраивает занятия с профессиональными тренерами для всех ценителей физической культуры. Переносим центр тяжести на мизинец. Теперь на большой палец и опустили ноги вниз. Раз, раз, поставили. У вас очень хорошо получается. Изначально праздник «Сила спорта» в Анапе хотели провести в День физкультурника, но планы организаторов скорректировала стихия. 14 августа мы планировали провести День физкультурника и мероприятие «Сила спорта» по совместительству, но, к сожалению, ЧАЭС и погодные условия в Анапе нам не позволили, поэтому мы перенесли на сегодняшнюю дату. Очень хорошо, что у нас есть такая замечательная площадка, которую нам выделила администрация города, и я думаю, что все будет сегодня круто. В рамках спортивного праздника все желающие смогли пройти тестирование, побывать на мастер-классе и получить консультации опытных тренеров. Наставники рассказывали, что такое фитнес и велнес, то есть физическая активность и здоровый образ жизни. Велнес – это многофункциональное направление, которое отвечает не только за тело, но и в целом за наше психоэмоциональное самочувствие, поэтому мы охватываем большие сферы жизни и деятельности наших клиентов. Фитнес – это более такое обширное понятие, это движение. Фитнес – фит – это форма, поэтому мы в форме находимся каждый день. Если мы не занимаемся, то, к сожалению, наше самочувствие не улучшается. Движение – это жизнь. Самые активные участники спортивного праздника получили призы и от велнес-клуба, и от его партнеров. Впрочем, подарки не стали основной мотивацией. Общее настроение вполне отвечало неофициальному олимпийскому девизу. Главное не победа, а участие. Я пришла поддержать их специально и показать городу Анапе, какой здесь замечательный клуб и как можно получить заряд здоровья в этом клубе. Спасибо огромное организаторам. Ну, просто я сейчас, видите, устала же. Для своих 70 лет это, по-моему, круто. Отлично, очень прекрасно, что вы организовываете такие мероприятия на самом деле. Это очень здорово. Побольше бы так. Мне это все доступно и нравится, потому что я сама работник физкультуры. Поэтому мне все приятно. Молодцы, что устраиваются такие мероприятия, тем более на открытом воздухе. Просто замечательно. Не сложные упражнения? Нет. Упражнения не сложные, но в то же время это когда активный отдых, это просто сказка. Алексей Дивейкин, Роман Беркалеев, Анапа-регион. На этом сегодня все. Наши выпуски вы найдете на сайте anaparegion.ru и в социальных сетях. Сегодня я с вами прощаюсь. Берегите себя и новых побед вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова